Спасибо! Снова осень! Осень пришла! С осенью пришли выборы в нашу страну, а у нас выборы — это всё. Сразу начинают все бегать депутаты, суетиться. Что делать, ребята? Вы же с квартала подскажите. А мы говорим, так, ребята, значит, по поводу политики — вопрос не к нам, вопросы к доктору. А кто у нас самый главный доктор в стране? Конечно же, доктор Комаровский. Итак, доктор Комаровский со своим политическим рецептом. Добрый вечер, дорогие мамы и бабушки, потому что папа и дедушки мою передачу не смотрят. Сегодня мы поговорим о таком серьёзном заболевании, как выборы. Да, это болезнь политика, но болезнь прекрасная. Ведь у нас в стране как? Чуть шёл — все начинают кричать, бегать, пичкать ребёнка лозунгами, мол, ай-яй-яй, что делать, страна погибает. Всё это ерунда. Украина — молодая страна, можно сказать, ещё ребёнок, а у каждого ребёнка могут быть свои проблемы. А у нас чуть шо, все кричат, скоро выборы, скоро всё меняется. Не переживайте, не переживайте, всё нормально, ничего не поменяется. Я посмотрел всех кандидатов, и могу сказать, что все они нормальные, обычные дети только немного болеют. Вот, например, Ющин. Все на него кричат, все его критикуют. Дорогие мамочки, не надо ругать ребёнка, даже если он обкакался. Дайте ему второй шанс. Ну, если, конечно, у вас есть вторые запасные штаны. Или все переживают, чего ждать от Наташи Королевской. Не надо переживать. Наташа Королевская — обыкновенная маленькая девочка. А все маленькие девочки любят шоу? Любят дорогие куклы. Отсюда и Шевченко, и Остап Ступко. Не переживайте. Девочка поиграется, заплетёт им косы, выколит глаза и выбросит. С Юлией Владимировной вообще всё просто. Не надо её ругать. Она маленькая девочка. А все детки любят шоу? Любят болеть. Любят гулять. Любят ничего не делать. И любят не ходить куда? В школу. Вы понимаете, о чём я? Да? Так что не переживайте. Откройте окна. Проветрите помещение. Наконец, предложите вашему ребёнку просто погулять на улице. И вы увидите, что он совершенно здоров. И у него уже ничего не болит. Немного по поводу Ляшко. Ну зачем на этого маленького мальчика или девочку? Кто его знает? Ну зачем на него кричать? Это всего лишь ребёнок. А ребёнку всё надо попробовать. Он всё хватает и всё тянет в рот. Это нормально. То же самое с коммунистами. Не надо ругать Петю Симоненко. У ребёнка серьёзная психологическая травма. Его дедушка умер задолго до рождения этого ребёнка. АПЛОДИСМЕНТЫ В последнее время среди родителей распространился слух, что, мол, Путин плохой, Путин злой, но не надо обижаться на Путина. Путин ещё маленький. Даже для ребёнка. АПЛОДИСМЕНТЫ А ну, во-вторых, есть плюсы. Путин такой мальчик, который может контролировать свои газики. А для Украины это очень важно. Украина без этих газиков жить не может. АПЛОДИСМЕНТЫ Короче, что мы должны запомнить, дорогие мои мамочки, бабушки, все родители, все депутаты, в первую очередь, они дети, а потом уже родители. И не надо слушать, что, мол, у деток этих неприкосновенно, что их трогать нельзя. Нет, есть старый, нормальный, проверенный дедовский способ. Берёте ремня и приходите на выборы. А лучше приходите к нам сюда, в Украину, на вечерний квартал. Всё равно они все сидят в первых рядах. Добро пожаловать в вечерний квартал. АПЛОДИСМЕНТЫ